Ребята, всем привет! Сегодня я забрал лабораторный анализ масла Лукойл Генезис Глайтэйдж 5W30. Спасибо всем тем, кто был неравнодушен, кому было интересно это масло и немножечко поддержали нас деньгами. Собрали немного, но тем не менее, вот эти замечательные люди, которые поучаствовали в анализе. Парни, спасибо вам! Много-много споров идет о том, хорошее масло Лукойл, либо нет. Его уже льют давно не только в отечественные автомобили, но и в иномарки. И, кстати, в последнее время люди стали заливать Лукойл, потому что им надоели все эти псевдо-японские и псевдо-немецкие масла. Также подделки, куча подделок на широко известные бренды, которыми завалены полки всех магазинов. Кстати, про псевдо-японские бренды сделаем отдельный обзор. И будет вторая часть еще и Демицу к нам из Японии приехала. Я уже говорил, вот сравним с нашими маслами. И поэтому многие махнули рукой, стали лить Лукойл. Ну, наверное, это правильно. Так сказать, есть выбор, есть импортозамещение. Но далеко не все психологически готовы заливать это масло. Впрочем, как и я, вот я еще, ну, не созрел Лукойл лить. Вот второй уже анализ масла Лукойл делаем. Первый вот здесь, оставлю еще ссылочки в описании. Можете посмотреть на его результаты, на мое мнение. Ну, вот вроде как делаем-то делаем, но психологически еще заливать его не готов. Наверное, как многие из вас. Хотя, много уже кто его льет. Итак, масло рекомендовано круглогодичному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского, корейского производства. В которых требуются масла с уровнем APSN или LSAC GF5 и классом вязкости 5W30. Ну, кстати, вот Лукойл не поленился и на свои баночки выделил, прям перечислил, что подходит для Honda, Hyundai, Infiniti, Kino, LeFan, Mazda, Mitsubishi, Opel, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. Кто-то прям вот все. Ну, выделили такой японо-корейский сегмент машин, перечислили, чтобы человек прям даже не сомневался. Написано, Honda в Honda можно, в Lexus тоже можно, ну и так далее. Вот, давайте посмотрим непосредственно на его характеристики и поехали. Genesis Glide Edge 5W30. Те, кто знаком с продукцией Лукойла, наверняка уже знают, что Glide Edge теперь называется Genesis Armatage GP. Ну, GP типа вот японская, Japan, 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 GP. Ну, и, соответственно, как вы видите, японские машины перечислены. Ну, такой вот ребрендинг. Но параллельно сейчас продается и Glide Edge, Genesis Glide Edge, и Genesis Armatage GP. Ну, плюс-минус это одно и то же. И параллельно характеристики будем сравнивать еще с таким популярнейшим маслом, японским маслом, как Edemitsu Zebra Touring 5W30. Потому что тоже вот много в комментариях вот этого срача идет. Кто-то перешел на Лукойл, вроде все хорошо, кто-то говорит, заливая там японские масла, все круто. Вот возьмем одно из самых популярнейших японских масел для сравнения. Погнали. Так, температура с застыванием минус 40 градусов, что соответствует преемнику этой линейки. Лукойлу Genesis Armatage GP5W30. Нормальный рабочий показатель, как бы запускаться можно смело. Зольность 0.76, то есть ее занизили относительно PDS. Можно было бы и побольше, конечно, сделать, но в целом достойный рабочий показатель. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при минус 30 градусах. Обязательно делаем этот показатель. Этот показатель позволяет вам понимать, насколько безопасно запускаться на этом масле в минус 30 градусов. То есть показатель у нас равен 4510, что соответствует вязкости 5W. То есть показатель, критический показатель для этого типа масла это 6600. То есть мы с запасом здесь укладываемся, не мы, а лукойл, и в минус 30 можно спокойно заводиться. Кстати, у Пенсионера 24 это масло показало, если я не ошибаюсь, на его приборе, которым он производит измерения, 4850 или 4900. Ну вот что-то такое. И получается, что приборчик-то его не по году на Марсе показывает, а ну вполне. Вот у нас 4510, у него 4800. Ну плюс-минус расхождение есть, но не такое, как заявляли на ойл-клубе. И выгнали его за то, что якобы он выкладывает туфту, разоблачает там крутейшие японские масла, которые валят этот показатель. Ну, будем делать дальше такой показатель, будем сравнивать с данными Пенсионера 24 и посмотрим. Ну пока вот по этому анализу его прибор плюс-минус тоже показывает и, наверное, он был прав. Возьмем масла, которые завалили его тест и проверим. Кстати, у Идемицу этот показатель получился 5435, хотя температура замерзания тоже была минус. 40. И получается, что вот правы те люди, которые говорят, что на лукоиле-то у них моторчик зимой повеселее заводится. В Идемицу имитация холодной прокрутки при минус 30 немножечко похуже, но тоже в допуске. Так, идем дальше. НОК. НОК. Этот тест имитирует высокотемпературную испаряемость. Ну, по-русски говоря, угар. И здесь у нас показатель 9,3. Это отличный показатель для маловязкого GF5. И, кстати, у Идемицу. НОК. Абсолютно такой же, насколько я помню, тоже 9,3. Было. Неплохо. Идем дальше. Щелочное число свежего масла, и по ошибке я заказал по ГОСТу 113.62, а не по 350. Ну, да ладно, это исправим. И получилось оно у нас 7,9. Если бы делали по другому ГОСТу, было бы, ну, по-правильному, было бы в районе 9 плюс-минус. То есть, это хорошее щелочное число для масел такого класса. Оно даже, я бы сказал, высокое. И при своевременном интервале замены в 250, край 300 моточасов, мотор не засрет. У Идемицу, кстати, щелочное число абсолютно такое же. Импература вспышки в открытом Тигле 234 градуса. Это отличный результат. Идемицу показывает 224. Что касается индекса вязкости. 170 у Лукоила, у Идемицу 161. Напомню, чем выше индекс вязкости, тем лучше. Ну, и вязкость при 40 градусах 5906. И при 100 градусах 10,52 сантис тока. Что соответствует сайт 30. Вязкость до 20-ки не просядет. Запас есть, особенно при зимней эксплуатации. Индекс вязкости также замечательный. Ну, и другие параметры тоже неплохие. Они даже хорошие. Вот, и в целом, Лукоил Генезис Глайт Эйдж 5W30 показывает неплохие результаты. Ну, вот, в лабораторном анализе. И по ряду параметров он будет даже лучше, чем, например, тот же Ильсаковский Идемицу Зепра. И вот здесь вот нужно понимать, ребят. Я не призываю сейчас всех срочно бежать. Сливать Идемицу, либо другое какое-то масло. Лить Лукоил. Ну, просто как вариант, что вот эти цифры-то они говорят о чем? Они говорят о том, что это неплохая альтернатива владельцев, для владельцев японско-корейских автомобилей. И неплохая альтернатива вот этим псевдо-японским, немецким маслам, подделкам. Ну, почему нет? Собственно, это и был ответ на вопрос, стоит заливать это масло, либо нет. Думайте сами, решайте сами. В целом, все довольно-таки неплохо. Существенных каких-либо минусов у этого масла нет, провалов нет. Просто не забывайте, что это не чистая синтетика, как заявлено. Это микс третий-третий плюс групп. В целом, ильсаковские масла, они не любят перекатов. И я бы его менял через 5000 или 250 моточасов. И советовал любителям умеренного стиля вождения. Оно вполне подойдет. Мотор оно вам не загадит, ну и не испортит. При условии соблюдения интервалов замены указанных выше. Ну, а владельцам заряженных тачек, либо любителям подубасить, не пару раз со светофора, кто греет свое масло как следует. Ну, конечно, я бы посоветовал масло какое-нибудь выбрать на Пауэстерах, а не это. Но, что бы там ни говорили, отлично, что у нас теперь есть альтернатива. У нас есть теперь отечественное масло, которое соответствует классификации Ильсак. Ну, вот как-то вкратце вот так. Забегайте в группу ВКонтакте. Там будут выложены результаты этого и других масел. Там же мы открываем сбор средств на анализ масла Ravino DXG5W30. Там будут все последние новости. Сделаем обзор Эдемицу из Японии. Ну, а в целом, меняйте свое масло почаще. Особо не стоит заморачиваться. Просто меняйте чаще, выбирайте Нелевак. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok